Здравствуйте! Время новостей на ТВЛ и прямо сейчас о главных событиях прошедшей недели. 4 ноября Россия отметила День народного единства. Это государственный праздник, который празднуется ежегодно. Подробности в следующем сюжете. Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного Совета России. В церковный календарь этот день вошел как празднование Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от польских интервентов в 1612 году. Накануне в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие для жителей города. В нем приняли участие представители администрации. Сотрудники отдела культуры, спорта и молодежной политики провели акцию «Российская ленточка». Каждого гостя встречали поздравлением с праздником и вручали ленточку с цветами государственного флага. В акции участвует молодежное движение. Это военно-патриотический клуб «Добрыня», который создан при боевом братстве. Это студенты техникума, полпосадского промышленного техникума. Молодежь очень активно откликнулась на данную акцию, поддержала ее. И вот сегодня они раздают ленточки для жителей города и гостей нашего города. Далее в Малом зале культуры состоялось торжественное собрание. 4 ноября 1612 года ополченцы Косьмы Минина и князя Пожарского ринулись в бой с поляками за Москву. «Никакая вражеская сила не могла остановить их. Сама Богородица благословила русских воинов на священную битву». Присутствующих поздравили исполняющий обязанности главы города Денис Семенов и председатель Совета депутатов Виктор Косырев. «Этот далекий пример сплочения наших предков остановил развал нашей страны. И хотелось бы, чтобы этот пример для нас был всегда подражанием. И когда наступят, не дай бог, сложные времена, мы должны помнить, что главное – это сплочение народа. Если оно есть, то мы всегда победим». По окончании всех ждал праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы Дома культуры. 6 ноября представители политической партии КПРФ провели митинг. Подробности в материале Анны Шевалиной. В торжественной обстановке с красными флагами и ленточками собрались на городском бульваре члены-единомышленники политической партии КПРФ. Поводом стала 99-я годовщина Великой Октябрьской революции. «И я от всей души поздравляю вас, дорогие жители города, с праздником Великого Октября». Собравшись, обсудили насущные проблемы, поздравили всех с праздником. Напоминаем, по старому юлианскому календарю, Октябрьская революция произошла 25 октября 1917 года. Но поскольку в феврале 1918 года на территории России был введен Григорианский календарь, уже первая революционная годовщина отмечалась 7 ноября. Но в историю это событие вошло как Октябрьская революция 1917 года. В России 7 ноября перестала быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Также сегодня, 7 ноября, по всей России прошли митинги памяти, посвященные Дню воинской славы и 75-й годовщине проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Апрышко отметил 90-летие. О том, как героя поздравили с круглой датой, смотрите далее. Это нормально, Андрюш. Настроение бодрое, идем ко дну. Все нормально. Вот такой бодрый и веселый ветеран отметил свой юбилей. В этом году Владимиру Афанасьевичу Апрышко исполнилось 90 лет. Секрет долголетия – здоровый образ жизни, физический труд и позитив. Человек должен двигаться. Раз он двигается, он живет. Если он сел и не с места, человек начинает стареть и заканчивать свое движение. Это жизнь. Владимир Афанасьевич прошел войну и помнит, как в его день рождения, 7 ноября в 1941 году, с Красной площади уходили солдаты на фронт. Я дома тогда был, я еще в армии не был, мне 15 лет только было. Я помню начало войны, я был на оккупированной территории, жил 6 месяцев при немцах на оккупированной территории. Потом нас освободили обратно. А в 43-м году, в мае месяце, меня призвали в армию, хотя мне еще не было 17 лет полных. Сегодня герой, юбиляр, принимал в свой день рождения искреннее поздравление. Исполняющий обязанности главы гурта Денис Семенов лично поздравил ветерана. Я вас поздравляю с юбилеем. Спасибо. Долгость от жизни вам, здоровья крепкого, чтобы все у вас было хорошо, они болели, вы нам еще нужны. Такие герои, мы вами гордимся очень. Спасибо. Спасибо вам всем, дорогие. Присоединился к словам заведующий отделом социальной защиты населения Владимир Морозов. Помимо подарков, юбиляру вручили приветственный адрес от президента России. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Ура! Владимир Афанасьевич воевал на фронте, подарил нам мирную жизнь. Присоединяемся к поздравлениям, желаем здоровья и долголетия. Организация «Боевое братство» отметила 12 лет со дня своего образования. Об этом в материале коллег. Появилась она в 2003 году и носила название «Всероссийское общественное движение «Боевое братство». В 2005 году по инициативе Бориса Громова было переименовано в организацию. В Электрогорске создание отделения принадлежит Александру Березину и его единомышленникам. Благодаря совместным усилиям в нашем городе организация была поставлена на юридическую основу, зарегистрирована и начала свою работу. Наполение организации было помощь всем афганцам, погибшим ребятам, матерям, которые инвалидам, чтобы их не забывали. В субботу представители «Боевого братства» и члены их семей возложили цветы к камню погибшим и умершим после боевых действий ветеранам локальных войн и военных конфликтов. Их память почтили минуты молчания. Организация объединила под своим началом все категории ветеранских движений. Не объединила под собой ветеранов локальных войн, военных конфликтов, ветеранов ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. Ветеранов войны, Союз офицеров. На базе электрогорского отделения были созданы первичные ячейки. Одна из них, «Дети войны», существует в городе с 2006 года. Также организация занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. «Стрельба, полосы препятствий, ездим на международные игры. Также занимаются дети разных возрастов, с большим интересом, с азартом. В принципе, вы их сами видели все, знаете, в принципе, этих детей. Сейчас дети, может быть, на фильмах растут, потому что многое показывают патриотическое, по телевизору. Вообще у нас стране происходит это все. У детей развивается все. Они с удовольствием ездят, с удовольствием участвуют, принимают везде участие свои». У организации много планов и идей, которые они будут реализовывать общими усилиями. Свой первый личный прием провел исполняющий обязанности главы «Электрогорска». На встрече также присутствовали его заместители, ответственные лица различных отделов администрации и коммунальных служб. Прием прошел в администрации. Вопросы жителей касались в основном благоустройства города. Диалог был плодотворным, проблемы горожан услышаны и будут решаться. В городе проводится рейд по неплательщикам услуг кабельного телевидения. Мастера кабельного телевидения «Навигатор Плюс» проводят рейды по должникам. Отключение грозит тем абонентам, которые более трех месяцев не осуществляют оплату за предоставленные услуги. На сегодняшний день порядка 50 человек остались без телевидения. Луководство организации рекомендует неплательщикам неукоснительно в ближайшее время погасить имеющуюся задолженность. Напоминаем, «Навигатор Плюс» работает со вторника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Обед с часа до двух. В субботу организация работает с 9 до 4 без обеда. Воскресенье, понедельник, выходной. Еженедельно сотрудники Госадомтехнозора совершают объезд по городу с целью выявления нарушений чистоты и порядка в Электрогорске. Подробности в сюжете Анны Шивалиной и Дмитрия Морозова. Еженедельный объезд был посвящен уборке снега. Состояние внутриквартальных дорог не совсем удовлетворило инспектора Госадомтехнозора. Видите, она в идеальном состоянии походила. Ну, а предполезда внутри дворовка. Идем, идем. То есть, просто еще не дошли сюда. К чем идете-то? В интервью. Осмотрев территорию города, ответственным лицам были даны рекомендации по устранению недочетов. Сегодня совместно с администрацией эксплуатирующими организациями было проверено состояние внутридворовых территорий, тротуаров. Возник ряд вопросов. В том числе, потому что в ночь шел ледяной дождь. Немножечко запаздывает обработка песка соляной смесью. Значит, всем организациям, которые допустили ненадлежащее исполнение зимней уборки, будут выданы предписания с коротким сроком исполнения. Плановый объезд пройдет через неделю. Напоминаем, если вы стали свидетелем нарушений чистоты и благоустройства в городе, обратитесь в управляющую компанию. Вопрос не решился? Направляйте официальные жалобы в Госадомтехнадзор. Осень не только унылая пора, но и время хандры и заболеваний. В этот период можно заболеть гриппом. Дабы не допустить этого, в Электрогорске проводят вакцинацию населения. В Электрогорске проводится бесплатная диспансеризация населения вакцинации против гриппа. У нас непростая задача стоит. Надо привить 40% населения нашего города. Поэтому вопросов возникает очень много. И нам приходится работать и с организованными коллективами, и с населением в работу в этом ведется. На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ОРВИ под контролем. Превышение эпидпорога за прошедшие две недели не зарегистрировано. Грипп также в городе не зафиксирован. В избежании заболевания гриппом в Электрогорске проводится вакцинация населения. В планах на 2016 год привить минимум 40% граждан. Население городского округа Электрогорск привито на 21%, что составляет 52% от намеченного плана. Это, конечно, очень низкие цифры. В связи с этим я обращаюсь ко всем гражданам городского округа Электрогорск. Повернуться лицом прививочной компании и привиться в обязательном порядке от гриппа. Почему? На сегодняшний день это самое эффективное средство профилактики. Других на сегодняшний день, к сожалению, человечество не придумало. От гриппа, конечно же, не умирают, но осложнения после этого заболевания могут быть с летальным исходом. В Электрогорске привилось 1250 детей из запланированных 1548 и 3569 взрослых из 6673. В основном это работники декоретированных групп. Вакцинацию против гриппа мы также осуществляем путем выездных приказ на предприятии. На данный момент провокцинировано 32 предприятия. Осталось провокцинировать 5 предприятий сотрудников взрослого контингента. Особое внимание сотрудники здравоохранения рекомендуют обратить на детское население. Есть такое понятие коллективного иммунитета. То есть, вот предположим, возьмем мы, грубо говоря, 100 детей, из которых привилось, предположим, 70 детей. То есть мы будем иметь 70% коллективного иммунитета. Если ребенок находится непривитой в этом коллективе, конечно, у него из 100 детей 70 привито, предположим, приходит туда какая-то инфекция, и она наталкивается на привитого ребенка. Дальше эта инфекция не идет. Но никто не застрахован от того, что непривитой ребенок встретится с таким же непривитым ребенком, который заболел какой-то очень опасной инфекцией, тем же самым полимиелитом. В Электрогорске используют вакцинацию СОВИГРИП и ГРИПОЛПЛЮС. Все желающие могут привиться до конца ноября, в том числе и через приемный покой в выходные дни. Также в больнице проводится бесплатная диспансеризация взрослого населения. Диспансеризация в первую очередь нужна для того, чтобы выявить на ранних стадиях такие грозные забывания, как сиречно-сосудистые, а также онкологические, которые сейчас, конечно, превалируют. Диспансеризацию можно пройти как в будни, так и в единые дни. 19 ноября и 17 декабря. Не забывайте также про вакцинацию против гриппа. Ведь, как говорил Квинтилиан, ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина. Анна Шевальна, Дмитрий Морозов, Михаил Шмырев, ТВЛ. Исполняющий обязанности главы Денис Семенов провел плановый объезд образовательных учреждений города. Вместе с делегацией глава лично побывал в школах и детских садах, встретился с руководством, осмотрел проблемные точки и дал соответствующие указания. Первый пункт – коррекционная школа номер 2. Футбольное поле не очищено от снега и наледи. Следует срочно произвести очистку территории. Вода туда упадет, заполнен, завтра уже будет мороз минус и все. Ну, вода-то уже давно туда попала, потому что... Также с крыши здания свисают сосульки. Некоторые сбили представители школы, для других требуется дополнительная техника. На сегодняшний день в школе обучается 92 человека, 11 из которых – надомники. В ближайшее время планируют принять еще 5 учеников. Здание школы нуждается в ремонте. Здесь достаточно тесно, кабинетов не хватает, приходится выходить из положения. Здесь у нас в основном кабинет начальной школы. Здесь дети по программе датированной работают. То есть программа приближенной классовой школы. И проводим уроки русского языка. А кабинет, как таково, выложить на логину. Ну, там группа у нас небольшая, поэтому... И доска не нужна, поэтому мы надо идти туда. В некоторых кабинетах холодно. Температура ниже положенного уровня и составляет всего 16 градусов. У нас вот почему-то сейчас стало холодно вот в этом кабинете. Потому что этот кабинет не поможет. Какие меры-то принимали? Обращались к кому? Конечно, обращались. У нас сегодня тоже были представители Эленком. И вчера были, и до этого были приезжать. Татьяна Викторовна, помечайте себя. Мода четверга, нужно разобраться, чтобы в четверг уже были комфортные условия. В два кабинета, где мы зафиксировали температуру 15-16 градусов. Помимо этого, делегация осмотрела медицинский кабинет, столовую, музыкальный зал. Также выяснили, какие работы уже сделаны и что еще предстоит выполнить. Следующий объект – детский сад номер 39 «Светлячок». Большая просьба родителей и воспитателей – отремонтировать плавательный бассейн, который перестал функционировать с 2012 года. Из-за того, что очистительное сооружение... Очистительное сооружение воды? Воды. Здесь этого не было до капитального ремонта. Понятно. Мы меняли воду постоянно. Вода простая, допроводная. Да, да. Они у нас, группа купалась, мы сливали, заново заливали. Вот так. Мы работали с 94-го года, когда пришел бассейн. Также осмотрели пищеблок, прачечную, где стирают, сушат и гладят белье. Помимо вопроса по бассейну, сад нуждается в замене асфальтового покрытия и в реставрации веранды, которая не ремонтировалась с 1977 года. Будем вам помогать, изыскать возможность. Проблему вашу теперь знаем. Будем стараться. Также Денис Семенов посетил и другие образовательные учреждения. Выслушал вопросы и пожелания, дал указания. По итогам объезда сметы подробно рассмотрены, работы будут продолжены, дополнительное оборудование закуплено. Вчера в Электрогорске состоялось открытие традиционных городских рождественских чтений. Открытие 12-х рождественских образовательных чтений уроки столетия прошло в храме всех святых землероссийской просиявших. В них приняли участие представители администрации, руководители организаций и педагогические работники, а также жители города. После богослужения прихожане собрались в воскресной школе для беседы, которую провел настоятель храма батюшка Александр. Эти годы неоднозначные для нашей истории, для нашего народа. В них были очень тяжелые события, испытания для народа. Но эти испытания, они очищают народ, укрепляют веру. Отец Александр провел беседу о воспитании и нравственности, о том, что человек должен думать не только о себе, но и о других. Также на мероприятии с приветственным словом выступила начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова. Только говоря нашим детям истину, говоря нашим детям о том, какие исторические события не просто произошли, а давая им оценку, и какие плюсы, и какие минусы. Только быть честными нам перед самими собой, перед детьми, только тогда мы сможем, наверное, справиться и с этой темой, и со многими другими. Другие участники мероприятия выступили с докладами. Помимо этого, в воскресной школе прошла выставка детских рисунков «Рисуй не болей», которые можно было приобрести в рамках благотворительной акции. В Электрогорске по программе переселения из ветхого и аварийного жилья построено два дома, которые давно введены в эксплуатацию. Строительство третьего дома на улице Ленина, предназначенного в первую очередь под переселенцев, подходит к завершению. Объект проверил исполняющие обязанности главы города. Строительство дома на Ленина близится к завершению. Долгостроя возводится по программе переселения из ветхого и аварийного жилья по новым технологиям. Сегодня на стройку с проверкой выехала делегация во главе с Денисом Семеновым. На сегодняшний день завершены работы по возведению здания, остеклению, кровле. Подготовлены трубы для теплоснабжения и водоотведения. Вот у нас все готово, только отмашка ТСК МОЗ Энергии мы можем давать тепла. Радиаторы стоят, вы посмотрите, все мы сделаем. Только разрешение через 15 минут я могу включаться. В ближайшее время в доме проведут чистовую внутреннюю отделку. Каждая квартира будет оборудована необходимой сантехникой. А квартиры сами для переселения граждан, они будут иметь, наверное, минимальную отделку, правильно? Чистовую. Чистовую. Подключить. Да. То есть обои, линолеум, сезонные каталки, двери. То есть обои, шпаклевка. Санузлы, раковины, ванны и все. Человек, люди должны, грубо говоря, только привезти с собой вещи и мебель и приезжать. Да, понятно. Напоминаем, строительство дома ведется за счет средств федерального муниципального бюджета, а также самого подрядчика. В доме 33 квартиры, из них 18 муниципальных, которые предназначены для переселения людей из ветхого жилья. 15 квартир коммерческих. По окончанию основных работ в местах общего пользования будут установлены датчики движения, металлические радиаторы, появится светодиодное освещение, парковочные зоны, детская площадка. Как все необходимые работы завершат, дом будет сдан в эксплуатацию. Все о правонарушениях и ДТП прямо сейчас. С 31 октября по 6 ноября на территории обслуживания ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Павлопосадский произошло 55 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. С 17 октября по 4 декабря в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов на территории Павлопосадского муниципального района и городского округа Электрогорск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Также до 13 ноября в городе будет проводиться комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». По данным Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области на территории Подмосковья в первой половине ноября будет преобладать существенное понижение температурного режима окружающего воздуха до минусовых отметок и выпадения осадков в виде снега, что создает условия для образования гололейцы на проезжей части. В связи с этим напоминаем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил эксплуатации и режима движения транспортных средств в сложных дорожных и метеорологических условиях. Педагоги Электрогорска и близлежащих городов собрались за круглым столом. Какие вопросы они обсуждали, расскажет Анна Вязгина. 10 ноября в методическом центре состоялся круглый стол регионального уровня. Тема «Преемственность образовательных технологий дошкольного, начального и основного образования». Над этой темой мы работаем с 2012 года. И круглый стол у нас сегодня как бы подводит итоги работы за несколько лет. Мы сегодня представляем то, что мы наработали за эти годы. На круглом столе зачитали доклады от учителей, завучей, представителей методического центра. Мероприятие посетили гости из Павловского посада, Ногинска, Электростали. Работает с нами тесно, сотрудничает. И на курсы к нам люди ездят. И обычно на семинары, на наши круглые столы они приезжают с удовольствием. Следующим мероприятием регионального характера станет семинар в детском саду номер 40 «Ромашка», посвященный логико-математическому и речевому развитию дошкольников. Девятого ноября в городской администрации состоялась конференция «Молодой гвардии». Подробности в следующем сюжете. На повестке дня обсуждали актуальные вопросы. В первом из них предоставили отчеты про дело на работе за период с июня по ноябрь. Проводились акции совместно с соцзащитой и организацией «Родное гнездо» в поддержку малообеспеченных слоев населения. Осуществлялся контроль по распичию спиртных напитков, курению, табачных изделий в общественных местах, а также мониторинг в торговых точках на продажу спиртных напитков. Занимались коллективными работами на сплоченность молодежи и детей. Проводились общественные приемы с жителями города, участвовали в дебатах, задействовали детской и подростковой занятости. Помимо этого, молодой гвардии проводились развивающие интерактивные игры с детьми от 3 до 14 лет на тему популяризации культуры и истории нашей страны, благотворительные акции в помощь бездомным животным, спортивные состязания, военно-патриотические мероприятия. Также организация провела большую работу в предвыборной гонке. Это освещение информации в соцсетях и СМИ, работа в качестве наблюдателей на выборах. Следующим на повестке дня был вопрос о предстоящей 13-й отчетно-выборной конференции Московского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Собравшиеся выслушали доклад и выбрали представителей для отчета на региональной конференции. Также в рабочем порядке были рассмотрены внутренние вопросы о предстоящих конкурсах и мероприятиях на 4 квартал 2016 года, о привлечении молодежи в ряды организации. В Доме культуры пройдет бесплатный концерт для пожилых людей. На сцене выступят артисты нашего города и приглашенные гости, среди которых известная певица. Все подробности у коллег. 15 ноября в нашем городе состоится знаменательное событие. Музыкальная школа совместно с Домом культуры и отделом социальной защиты населения устраивает благотворительный концерт в подарок старшему поколению. 15 ноября в Доме культуры у нас состоится концерт для пожилых людей, для ветеранов, инвалидов. Вход у нас будет строго по пригласительным билетам. Хотим им поднять настроение, сделать концерт хороший. И будут принимать участие наши артисты города, приглашенные будут артисты из соседних городов. И особым сюрпризом будет певица Азиза. Певица давно планировала благотворительный концерт для пожилых людей и выбрала именно наш город. Напоминаем, что концерт пройдет в Городском Доме культуры 15 ноября. Начало в 16.00. Музыкальная школа Грандиозное мероприятие состоялось в городе Сочи. Первый международный марафон по бегу. В нем приняла участие жительница нашего города. Пять, четыре, три, два, один. Более 4 тысяч участников из 360 городов России и 17 стран приняли участие в первом в истории Сочи марафоне по бегу. На выбор были предложены 4 дистанции. 2, 10, 21 и 42 километра. Маршрут прошел через ключевые места курортной столицы. Большое расстояние, перелет на самолете, ничего не помешало участникам. Среди них были и люди с ограниченными возможностями. Самым взрослым участником стал 70-летний пенсионер из Сочи. Жительница Электрогорска Елена приняла участие в марафоне. Хоть она и не заняла призовое место, но пересекла финишную черту с первой тысячей бегунов. Когда я узнала об этом событии, не задумываясь, зарегистрировалась и получила огромное удовольствие от участия в этом мероприятии. Спорт – это жизнь. Без спорта жить нельзя. Так что призываю всех участвовать в таких событиях. Все участники марафона получили фирменные футболки, медали и призы от спонсоров. Положительные эмоции, заряд бодрости и здоровья, замечательное настроение были обеспечены. В Электрогорске прошло спортивное мероприятие среди дошкольных образовательных учреждений. О веселых стартах в следующем материале. В 16-й школе прошли веселые старты. Участниками стали воспитанники детских садов Электрогорска. Подбодрил команду и пожелал удачи в соревнованиях, исполняющей обязанности главы города. Я хочу сказать, что Электрогорск всегда был такой маленькой кузницей спортивных кадров. Знаете, да, что из нашего города выросли такие олимпийские чемпионы, как Полошев Александрович, Васильев Михаил Александрович, Чесмин Алексей Викторович. Я уверен, что в этом зале это врастающее поколение также будет олимпийскими чемпионами. Удачи! Позитивные мальчишки и девчонки участвовали в эстафетах и показывали, кто же из них быстрее, выше, сильнее, ловчее. Главные болельщики – ребят, родители и друзья, которые подбадривали и переживали за своих детей. Веселые старты, мероприятия ежегодные и полезные, а главное – оно нравится юным спортсменам. 5 ноября в Электрогорске состоялась акция в поддержку бездомных животных. Четыре лапы, два уха. Тему продолжит Анна Вязгина. Вот уже второй раз в нашем городе состоялась подобная акция. Она прошла в Доме молодежи. Организатором мероприятия стало объединение взаимопомощь на дорогах при поддержке молодой гвардии, молодежного центра, а также боевого братства. Волонтеры нашего города оказывают большую помощь брошенным четвероногим. Их работа ежедневная, кропотливая, трудная. Они рассказывают такие истории спасения животных, от которых действительно по коже идут мурашки. Собаку жители СНТ пытаются заколоть вилами. Для нас это был ужас. Мы приехали на место. Собака, конечно, на нас реагировала, скалилась, лаяла, огрызалась. Но понятно было, что она еще видела от людей. Вилы, камни, это ужас. Мы поймали ее при помощи ловца. То есть это мы тоже оплачиваем из своего кармана. Отвезли в ветклинику. То есть по собаке видно, что следы от вил около глаз. Сейчас она доверяет людям. Сейчас она реально готова протянуть и лапу. Вот эти очаровательных щенков, которые сейчас тут бегают у нас, их положили в мешок и выбросили просто в яму, просто в канаву. Останутся они жить. Не оставили ни единого шанса. Волонтеры провели благотворительную ярмарку, где можно было приобрести изделия ручной работы, картины, канцелярию. А вырученные от продажи средства, сумма которых составила 2971 рубль, были направлены в поддержку животных. Инициативные и неравнодушные жители принесли корма, пеленки, консервы, игрушки и лекарства. Каждому человеку это подвластно. Просто нужно, наверное, давать частичку души, добра, для того, чтобы это все получилось. Вот и все. Вот такой секрет. Всю информацию о животных вы сможете найти на сайте волонтеров. Они очень ждут своих хозяев. Посмотрите на этого малыша. Быть может, именно он ваш будущий друг и семейный любимец? Животные – это не на час, не на миг, не на пять минут. Это на большую часть жизни. И для того, чтобы растить животное, нужно вкладывать в него силы, старания, терпения. Так же, как и у ребенка. Говорят, что любовь к животным надо прививать с самого раннего детства. У ребенка должен быть маленький друг, которого нужно любить и защищать. Очень приятно, что в акции приняли участие дети. Они не только играли с животными, но и нарисовали замечательные рисунки. Каждого гостя ждал сюрприз – большой шарик сладкой ваты. У меня 11 животных. Это у меня две черепахи, одна крыса, две кошки, две собаки, один кот, попугай и еще один попугай. Я когда вырасту, я буду помогать животным, потому что я очень сильно их люблю. И поэтому у меня очень много животных. Акция «Четыре лапы, два уха» не прошла бесследно. Сегодня бездомные животные смогли получить вкусную еду, необходимые лекарства, а некоторые смогли обрести хозяев. И каждый, кто смог помочь братьям меньшим, унес с собой частичку нашего большого доброго сердца. Конечно, спасение одного животного не изменит мир, но этот мир обязательно изменится для этого животного. Анна Вязгина, Дмитрий Морозов и Артем Синилов. Специально для ТВЛ. Все о спорте в Электрогорске прямо сейчас. 4 ноября на городском стадионе имени Классона состоялся турнир памяти Льва Кокарева. Турнир проводится ежегодно. Проходил он по олимпийской системе. Продолжительность матча – два тайма по 15 минут. По результатам турнира в первом полуфинале сразились команды «Вымпел» и группа «Здоровье». Матч закончился со счетом 11-6 в пользу «Вымпела». Второй полуфинал – «Дюзш. Боевое братство». Счет 2-4. В матче за третье место «Дюзш» сыграла с группой «Здоровье». Итог матча – 10-6. В финале «Вымпел» сыграл с командой «Боевое братство». Игра завершилась со счетом 14-3. Восьмикратным победителем турнира стала команда «Вымпел». С 29 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге прошел футбольный турнир «Осенний Петербург». Воспитанники тренера команды «Вымпел» Дениса Калмыкова приняли участие в турнире в составе команды «Знамя» из Ногинска. Это Кирилл Старостенков, Даниил Людков, Илья Дикарев и Никита Досков. В турнире участвовало 12 команд. По его итогам наши ребята завоевали бронзовые медали. Из пяти проведенных игр в двух из них лучшими игроками матча стали воспитанники нашего тренера – Никита Досков и Кирилл Старостенков. Более того, одним из подопечных заинтересовалась футбольная академия «Зенит» из Санкт-Петербурга. Напоминаю, все наши выпуски вы можете также смотреть в Ютубе, ВКонтакте и на нашем официальном сайте. С вами была Ольга Костина. Хороших выходных и до встречи на ТВЛ.